Два тех самых Химорса залпового огня уничтожены. СБУ кошмарит польских депутатов. А украинские военные, как сообщают французские расследователи, продали французские гаубицы российской армии. Ну а также возобновилось противостояние между нациком Стерненко, кланом Порошенко и офисом Зеленского. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины не только 6 июля, 14.00. И начну я с тех самых Химорсов. Только у меня на канале я выкладывал ролик, которым поделился заложный. Кстати, подписываемся обязательно на мой телеграм-канал, где он показывал, как работают эти Химорсы. И вот уже пришло сообщение, что два из какого-то количества, которое было поставлено в Украину, прекратили свое существование. И в принципе это неудивительно, потому что за ними будет охота и ведется охота за различным западным вооружением, очень серьезная. Также украинские военные жалуются, что местные жители не прочь передать информацию, куда следует, о различных видах вооружения, которые поставляются в Украину и перемещаются в юго-восточных областях. Не менее эпичный скандал разгорается вокруг французских гаубиц. Помните, недавно была информация от Уралвагонозавода о том, что они получили образец французской гаубицы. На что французская сторона тогда ответила, что нет. Это фейк, такого не было. И вот уже французские расследователи сообщают интереснейшую информацию. Итак, издание Bulgarian Military со ссылкой на свои источники в командовании вооруженных сил Франции и Интерполи сообщают, что французские САУ были проданы по 120 тысяч долларов за единицу при реальной стоимости одной гаубицы порядка 7 миллионов долларов и находятся на Уралвагонозаводе. И группа украинских военнослужащих, как вы видите, вот эти артиллерийские установки Кесарь, продали очень даже дешево. Напомню также, что турецкие издания сообщали о том, что возможно украинское вооружение, которое было передано Западом, некоторые виды могут оказаться на Ближнем Востоке по понятным причинам. Также в Украине ряд расследователей, причем имеющие отношение к государственной власти украинской на сегодняшний день, также сообщают, что действительно есть случай продажи вооружений и военной помощи куда-то на сторону. А непосредственно по французским гаубицам расследователи сообщают, что они представляют реальный интерес для российских военных инженеров. Их необходимо детально изучать, проанализировать и скорее всего скопировать, как считают расследователи. В итоге российские вооруженные силы даже могут использовать аналоги данного вооружения против украинских сил. Как вы видите, украинские прапорщики не дремлют. Ну а теперь тоже весьма резонансное событие, которое взбудоражило Верховную Раду. Некоторые депутаты Верховной Рады предполагают, что СБУ шантажирует, кошмарит польских политиков. Так вот, украинских депутатов и польских политиков заинтересовал вопрос, используют ли СБУ материалы, которые были собраны в борделях в Польше, которые держат граждане Украины, для того, чтобы кошмарить польских политиков. Согласитесь, весьма интересно. То мы слышали про клубнику, там про туалеты, а здесь вот такая вот интересная сфера, которая, возможно, причастна СБУ. А также, друзья, разгораются новый виток противостояния между Стерненко, командой Порошенко и офисом Зеленского. И различные издания, и группы, ориентированные на Зеленского, задаются вопросом, кто такой активист Стерненко. Смелый военный, но в чистой форме почему-то. Борец с коррупцией или уголовник? Как бы ответ до многих очевиден, на самом деле. Но факт то, что борьба идет между Зеленским и Стерненком, и Порошенко, и его командой. Ну и в одесской группе так комментируют, что известный активист в узких кругах. Хотя, напомню, что финансировали его фонды Сороса, поэтому его особо не трогали. И вот Стерненко начал свои атаки на Ермака, опять же, на главнокомандующего Зеленского. Пока настоящие защитники занимаются тем, что днем и ночью работают на своем фронте и приближают там что-то. Но кто окружает Стерненко, как связанный Шабунин, Соколова и почему Юрий Бутусов поддерживает Стерненко? И достаточно нехитро этот ларчик открывается. С одной стороны, Петр Порошенко, помните, был на Лондонщине, замечен, обнаружен, в том числе, съемочной группой 1 плюс 1. И что он там делал? Правильно, есть некие не совсем успехи у Зеленского на фронтовом поприще. И тогда Порошенко говорит, может, он что-то там попробует. И некоторые ставки, вероятно, на него делаются. И как вы видите, его-то люди Бутусов, Соколова, ряд других блогеров и изданий. И вот Стерненко тоже, значит, попадает в эту категорию. Плюс Соросовские фонды. Из-за того, что есть неуспехи на фронтах, пытаются раскачать ситуацию, что Украине нужен новый, новый старый Гетман Порошенко. Ну, а Зеленский, как вы знаете, он очень не любит личных обид. И, конечно же, вот это все братьев воспринимает как личных обидчиков. И поэтому своим уже телеграм-каналам и СМИ дал задачу, собственно говоря, проводить кампанию против них. Ну, как говорят ряд известных блогеров украинских, что пожелаем удачи двум сторонам. На этом пока все. Подписываемся на мой телеграм-канал. Дальше будет.